Неотъемлемый элемент любого здания – окна. При ближайшем рассмотрении оказываются не так просты и заурядны, как может показаться на первый взгляд. В Рязани, например, находятся образцы, выполненные не из стекла, а из слюды. А резные наличники старых постройок и вовсе достойны вдумчивого разглядывания. Жанна Алпатова заглянула в глаза Рязани. Мало кто знает, но эти окна не из стекла, а из слюды. Если приглядеться, можно увидеть, что они необычно бликуют. Сегодня окна из слюды и бычьего пузыря остались в Рязани лишь на территории Кремля. Первые окна из стекла в Рязани появились в конце 17 века. Это здание на территории Кремля, дворец Олега. И если окна первого этажа сделаны из слюды и скорее напоминают крепостные бойницы, то вот второй и третий этаж – это уже окна из стекла с оригинальным теремным стилем. Паутинное переплетение узоров, игра цвета и формы. В 18 веке научились делать цветные витражи. Русские художники поначалу копировали лучшие образцы западноевропейской культуры, а затем стали создавать свои. Шли века, но желание украшать свое жилище у людей оставалось неизменным. Нина Морозова живет здесь с 1957 года. Каждый дом был неповторим, потому что хозяева старались как-то выделить домашний очаг. Нина Семеновна не вмешивалась в строительство. Все решал супруг Иван Митрофанович. Он как сам, я и в этом деле не понимал его. Он сам вперед нарисует на рисунке. Он рисовал мне плохо. Нарисует, а потом начинает делать. Если окна – это глаза дома, то украшения над ними – ресницы. И как девушка подчеркивает взгляд тушью, так мастера разрисовывают наличники и орнаменты над окнами. Это один из самых древних видов рисунка с неказистым названием – сухарики и бегунцы. После военных временах, после страшной войны, после горя и бед, люди решили самую красивую часть дома, окно, как человеческие глаза, украсить вот таким орнаментом. Хотя было и бедно, и хлеб не всегда вдоволь ели, а вот красота вернулась снова в жизнь. А это уже стиль модерн – дом начала 20 века. Такой интересный вот ансамбль, где металл, камень и вот эти формы необычные. Полуциркульные окна, квадрат. И завершается таким аттиком красивым. Вот такое разноуровневое, разноплоскостное решение этого дома оставляет говорить о нем как о самом живом, самом пластичном доме на этой улице. До сих пор идут споры, надо ли сохранять старинные здания, или лучше на их месте возводить современные дома. Краеведы предлагают найти компромисс. В любой эпохе есть достойные примеры, а есть те образцы, о которых хочется побыстрее забыть. Так что лучший выход – внимательное и вдумчивое изучение. Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести Рязань.